добрый день с вами свадебная ревизора и сегодня мы с вами посмотрим площадку свадьбы середнякова а именно парадный дом но уже не снаружи а изнутри прямо сейчас я проведу вам небольшую экскурсию расскажу о том какие комнаты и какие залы есть в этом прекрасном историческом месте первая комната в которой мы с вами попадаем это комната гостиная здесь если вы выбираете площадку свадьбы середнякова для проведения своего мероприятия можно организовать фуршетную зону и велкам зону те гости которые устали с дороги могут присесть немножко передохнуть а тот кто уже успел заскучать возможно ехав издалека может пройти в следующую комнату которая называется бильярдная бильярдный зал соответственно гости могут поиграть на бильярде скоротать время в ожидании молодоженов а может быть и юбиляры мероприятия после чего ровно в назначенное время они перемещаются как раз в самый красивый зал первого этажа этот зал центральный с продемонстрируйте вот эту люстру пространство этого зала выполнено в круглой форме это каминный зал здесь можно провести мероприятие до пятидесяти человек с комфортной рассадкой как круглыми столами так и квадратными столами банкет в усадьбе середнякова от трех с половиной тысяч рублей и весь алкоголь вы можете привести свой и сразу же из этого зала есть выход на улицу сейчас мы туда не пойдем потому что там достаточно прохладно но это и есть северные ворота также как и этот дубовый зал все пространство парадного дома восхищает своей красотой и своей исторической ценностью и безусловно когда вы будете искать место для фотосессии я предлагаю вам рассмотреть именно этот парадный дом стоимость невысокая но по сравнению со фотосессиями в студиях вы получаете гораздо больше не только внутреннюю часть парадного дома но и также его внешнюю часть всю природу леса лесопарковую зону как мне кажется вам просто стоит сюда приехать и воочию убедиться убедиться в том что все мои слова насчет этой площадке они являются правдой есть не только первый этаж этого парадного дома есть еще второй этаж я предлагаю прямо сейчас нам с вами переместиться именно туда пойдем и сейчас мы сможем с вами посмотреть второй этаж парадного дома усадьбы лермонтова обратите внимание на вот эти резные вставки и витражи в окнах они действительно дожди до сегодняшнего момента и буквально только лишь несколько ну усадьба была вынуждена заменить каждая комната в этом зале она предназначена для чего-то и что-то означает сейчас мы находимся в комнате где можно провести сборы невесты как вы видите мебель и цвета здесь достаточно пастельные не яркие не кричащие здесь очень много света и конечно же пространство что еще нужно для утра невесты мне кажется это самый прекрасный вариант а в следующей комнате у нас уже находятся гости где-то гостевая комната которая плавно переходит в помещение библиотеки и знаете что очень приятно что именно в этой библиотеке собраны достоверные источники и книги которые повествуют нам об истории этой усадьбы лерминтова ну и опять же да люди которые сейчас занимаются усадьбе владельцы и и на данный момент они следят за тем чтобы здесь по максимуму все оставалось так выглядело так как это было создано несколько лет назад поэтому очень внимательно и они относятся к историческим деталям обратите внимание сохранены рукописи естественно они они от ксерокопированы но эти сообщения были написаны жителями ну что самая красивая комната прямо перед нами это мраморный зал давайте ее покажем со всех сторон здесь располагается рояль поднимите глаза наверх посмотрите посмотрите какой здесь потолок лепнина как сохранилась вот эта невероятная атмосфера этот зал в этом зале проводятся выездные церемонии даже сейчас когда на улице зима здесь можно расположить ваших гостей вы женихом появляетесь с двух сторон оркестр сюда можно посадить и трио и квартета настоящих музыкантов которые смогут ну просто наполнить пространство самым чистым и красивым звуком даже когда я сейчас говорю обратите внимание какое приятное эхо мы с вами слышим ну и конечно же отсюда открывается просто невероятный вид на пруд на озеро и вот эта центральная лестница получается северный вход в парадный дом мы с вами обязательно выйдем на улицу посмотрим еще на усадьбу со стороны и еще одна комната которая есть на втором этаже это лермонтовский зал здесь как раз мы с вами наблюдаем бюст михаил юрьевич и лермонтова комната выполнена в розовом цвете здесь также можно провести фотосессию жениха и невесты допустим если в одной комнате невеста собирается то в другой комнате может проводиться уже непосредственно встреча жениха и невесты допустим невеста здесь красиво нежно стоит у окна жених подходит к ней со стороны вручает ей букет они целуются и происходит самая настоящая любовь ну и опять же это место очень благоприятно для того чтобы показать искренность своих чувств 2 этаж мы с вами посмотрели первый этаж уже тоже успели насладиться его видами и предлагаю сделать несколько кадров на улице пойдем вместе пока 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 Продолжение следует...